Здесь не могло, у нас стоял бы шкаф, а здесь бы мы сделали игровую зону. А где бы лежали у тебя игрушки? Вот так. Трехлетний Ваня в новой квартире уже все распланировал. Мама и папа ребенка купили ее еще в 2014-м, на этапе строительства. Застройщика компанию «Балтийская» знали. К тому времени она сдала более десятка домов. Этот построили в 2017-м. С тех пор он на паузе. Просто уже нет сил ждать. Сколько можно, он уже готовый, и мы просто ждем, ждем и ждем. Два года, вот, бьемся. Просто хотим, правда, улучшить свои жилищные условия. Потому что здесь в Хуцину будете побегать, а в одну комнату, что там, 30 квадратов? Сильно не побегаешься. На взводе и застройщик говорит, проблемы были, но давно. Из-за неравномерной осадки здания в 2016-м в одной из квартир пошли трещины. К сдаче дома это устранили. С тех пор прошло три года и четыре проверки жилищной госинспекции. Нет каких-то документов, кнопок дистанционного управления, изменены материалы огнезащиты. Ссылается на то, что этот дом может рухнуть, типа будет братская могила. Дом не принимают. По словам жильцов, инспекторы все время находят новые нарушения. И все проектные документы на дом приходится собирать с нуля. Например, недавно делали справку о птицах. О том, что на территории нашего участка не гнездятся, не проживают краснокнижные птицы и животные, которую справку не могли получить полгода, потому что никто ее не выдает. У нас нет таких организаций. Но это здраво. Наталья купила квартиру здесь для сына. За эти годы он успел завести семью и родить ей внучку. Живем шестером, друг у друга на голове. При этом в 2017 году мы надеялись ехать. Мы купили им мебель, мы купили им бытовую технику. Дома все это вот так нагромождено друг на друга. Мы буквально в жутких условиях. Сейчас, кстати, очередная проверка. А это противопожарные приемы для пожарников в случае пожара, чтобы они могли спуститься в подвал. И выбраться из него, да? И выбраться из него. Узнавать новые замечания собираются все вместе. Сколько это продлится, люди не знают. А тем временем у застройщика заканчивается срок его аренды этого участка муниципальной земли. Он и все жильцы переживают. Если до конца года дом не сдадут, проблем добавится. Я думаю, прямая вина этой инспекции ГАССН. Вот прямая, даже не стесняясь, об этом говорю. Потому что дом мог быть заселен еще два года назад. Когда получили все уже экспертизы и испытали дом, до сих пор он не принимается. Это чистая боязнь и безответственность инспекции, чтобы подписать этот дом. Как они сейчас говорят? Да мы не верим никаким экспертизам. Чему же должны поверить инспекторы? Мы спросили у них в запросе. Вопросы отправили и в мэрию. Ждем ответов. Мария Микшута, Андрей Печоркин. День с толком.